Что касается итогов выборов мэра Москвы, на мой взгляд, они во многом были понятны с самого начала. Вся социология показывала, что у Собянина результат за 60%. Так было примерно и на старте кампании. Сейчас последняя социология показывает примерно такой же результат. Я полагаю, что результат Собянина будет 60+. В итоге, при том, что Собянин — это кандидат сейчас, которому больше всего нужны именно чистые выборы. Ему нужна чистая победа, ему нужны камеры на всех участках, ему нужна куча наблюдателей, СМИ, около каждой урны снимающие падающие бюллетени и так далее. Собянину нужна прозрачная кампания. То, что касается Алексея Навального, здесь достаточно сложный вопрос, зачем ему эти выборы. Я так понимаю, что кто-то настоял, чтобы он в них участвовал. Потому что на старте кампании у меня было ощущение, что Навальный очень сильно не хочет участвовать в этих выборах. И было полное ощущение, что он попытается слиться в момент прохождения муниципального фильтра. Он никак не ожидал, что Собянин ему поможет этот фильтр пройти. Потому что Навальный хотел поучаствовать на нулевом этапе кампании, дойти до муниципального фильтра, потом сказать, что он не смог собрать подписи муниципальных депутатов, проклятый режим не дал мне это сделать. В итоге режим ему помог это сделать, и Алексей вынужден бежать до конца. Но тот результат, который он получит, ну это будет там 10-12%, судя опять-таки по социологии, он будет для него весьма печальный, как для политика с неким прицелом и с некой претензией на что-то. Потому что тот же самый Прохоров получал в Москве гораздо больше. Без всяких вот этих вот воплей про жуликов и воров, без всех вот этих вот перегибов, он собирал больше объективно Прохоров со всеми его плюсами, минусами, бэкграундом неоднозначным и так далее. То, что касается других кандидатов, это очень просто. Это забег участников от парламентских партий. Ни одна парламентская партия не могла пропустить выборы в таком мегаполисе, как Москва. Ну и они выставили тех, кто у них был. Справедливой России просто некого выставлять. Они выставили Левичева, это не от хорошей жизни, понятно. Коммунистическая партия, на мой взгляд, выставила достаточно сильного кандидата, который просто работает на свою аудиторию и он свою аудиторию соберет. Что касается ЛДПР, тут на самом деле самая понятная позиция, это дорогу молодым. Дегтяреву дали попробовать свои силы. Владимир Вольфович изначально понимал, что это будет кандидат-аутсайдер, но он дал ему возможность пройти этот забег. Он тренирует будущего сильного политика. Остается Митрохин, но для Митрохина участие в выборах мэра Москвы – это дело чести. Потому что если бы он не принял просто участие, не получил свои 2%, то можно было бы ставить ему на Москве крест, в принципе, как на неком плацдарме, а он этого явно делать не хочет в преддверии выборов в Московскую городскую думу.